У казаков, традиции которых сейчас возрожидаются и развиваются, издавна особое внимание уделялось физической культуре. Ставшие традиционными соревнования «Папа, мама, я – спортивная казачья семья» как раз и призваны привлекать казаков и членов их семей к регулярным занятиям физкультурой и спортом, воспитывать в детях уважение к родителям. Участники спортивного праздника – 8 семейных команд со всего Славянского района. Организаторами соревнований, которые прошли на базе 16-й средней школы, стали Славянское управление образования и районное казачье общество. Родители наравне с детьми могут принять участие и на собственном примере показать детям, что спорт – это правильный выбор и плюс это способствует укреплению семей, поддержанию командного духа и взаимопонимания в семье. На торжественном открытии соревнований их участникам было сказано много добрых слов и пожеланий честной борьбы и удачи. А удача, как известно, всегда тесно идет вместе с хорошей подготовкой и слаженностью действий. Команда от 16-й школы «Семья Яковлевых» с радостью приняла участие в состязаниях. Пришли показать свои спортивные достижения, показать, что семья должна быть крепкой, спортивной, что мы вместе, мы едины, любим заниматься спортом. Первым испытанием для соревнующихся стала викторина на знание слов кубанской балачки, что было совсем непросто. Затем шел конкурс, посадка картошки, вместо нее были мечи, которые нужно было разложить в обручи и быстро собрать. Казачьи семьи с энтузиазмом проходили эстафеты одну за другой. Физкультура – это неотъемлемая часть моей жизни. Еще с первого класса я ездил на соревнования и занимал призовые места. Мне всегда нравилось ходить на эти соревнования. Мы еще с мамой и папой в прошлом году приехали сюда. Соревнования очень интересные. Испытания раз от раза все усложнялись. Нужно было проявить незаурядную ловкость, быстроту, сообразительность, продемонстрировать командный дух, чтобы стать лучшими. По итогам соревнований третье место заняла семья Лолетиных с хутора «Черный Ерик». На втором семья Лавровских из станицы Черноярковской, а победила семья Журавель из станицы Анастасиевской. Для этой дружной семьи победа была долгожданной и очень радостной. Мы в том году заняли второе место и ехали с боевым настроем на победу именно. Поэтому мы очень счастливы. Наша команда дружная. Мы друг друга всю игру поддерживали. Самый сложный – это была та эстафета, там, где мой сын очень быстро выбил все кегли. Потому что кегли, они стоят на расстоянии, надо катить мяч, они укатываются. Мы помогаем ему, возвращаем мячи. Это, конечно, самая сложная эстафета. Призеры были награждены грамотами, медалями и призами. А все участники соревнований получили сладкие подарки. Андрей Весневский, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...